Ученики 29-го интерната выходят из школы раньше положенного. Они не сбегают с уроков. У ребят важная миссия – высадить в городе новые деревья. Вооружившись лопатами, школьники направились на Хенину сопку. Там высадка деревьев необходима. Без них разрушается почвенный слой. Наша задача сегодня с вами – высадить саженцы на склонах Хениной сопки, чтобы нарушенные земли, которые уже стали превращаться во враги, дальше не разрастались. Ребята внимательно слушают инструкции по посадке деревьев от Дарьи Черняк. Девушка – старший научный сотрудник Российской академии наук. Вместе с учителями 29-го интерната она проделала немалую работу. Мы совместно с учителями школы-интерната, с родителями проезжали по местам города Уссурийска, которые подвержены такому разрушению со стороны атмосферы. Насадка, вид ветров. Выявляли вот эти места и отмечали их на карте. Со своей программой ребята выступили на съезде волонтеров. И не безрезультатно. Выиграли грант. Теперь в разных районах Уссурийска будут расти маленькие березки, клены и хвойные деревья. Привлекли ребят 9-го класса, которые входят в волонтерский отряд школьный. И увидев значимость этого проекта, они его решили защищать на Приморском форуме волонтеров. Вот в этом году осенью. И удачно очень выступили и выиграли грант. Основательно и прочно маленькие деревца сажаются в лунки. Александр всего год занимается волонтерством, но уже успел втянуться. Это была его первая победа в конкурсе социальных проектов. Я решил заниматься волонтерством, потому что люблю природу. Ведь природу сейчас не ценят люди, а мы делаем так, чтобы она жила дальше. Этот проект уже осуществлен. Все деревья высажены, план выполнен. Волонтеры на этом останавливаться не собираются. В планах у них усеять город еще и декоративными растениями. Но это чуть позже, ближе к лету. Елена Карпенко, Алексей Шаповалов, Телемикс.